всем привет с вами Оксана Тереза и у меня вышивальная неделя сегодня среда я только взялась снимать я просто забыла что надо снимать видео так увлеклась новой для себя проектом к сожалению воскресенье был день тяжелый я там то я занималась марафоном по времени получается немало и это при том что у меня есть помощники так что скорее всего зимнего сезона марафона не будет осенний вот закончим подведем итоги и на этом наверное все очень сложно просто ввести такое мероприятие но достаточно много времени забирает прибавить к этому еще прямые эфиры и видео и еще два проекта так что получается как то так но опять я начинаю как всегда с грустного надеюсь закончу на позитивной ноте и так вот в понедельник 15 числа был благоприятный лунный день это я для себя запомнила хорошо и у меня уже была натянута ткань на раму поэтому я конечно же не удержалась вспомнила что вот-вот такой благоприятный день и начала вот такой замечательный сюжет это розовод мэнер карен клуба дизайнер мечты а хризантема да дэмс оф маммс простите меня за произношение сразу потому что произношение 0 и это все вот так выглядит приблизительно вот как это называется буклета это буклет здесь это понимаю наверное все дизайны данный тут вот это буклет если как-то по буклету еще предыдущий дизайн мне зашло вышивать потому что там именно по страницам буклета были такие вот все как бы сюжеты до разделена сюжет это здесь идет сплошное и несмотря на то что здесь есть я сейчас вам покажу у меня как-то вот не подошло вот видите здесь есть такие разделе повторяющиеся линии которые 3 по 3 по 3 да которые обозначают переход на другой лист то есть они вот эти три повторяются на следующем листе тем не менее я предпочитаю схемы склеивать поэтому дочь мне копировала здесь я себе ключ даже так отрезала бэкстич описательный надо переводить в общем отшивов я не видела если кто-то может в инстаграм видел отшиваться начала его вышивать только леночка леандра перленбург я ведь то что я видела дарительница мне этого замечательного буклета и ниточек к нему спасибо леночка тебе большое я люблю на мне его практически с того момента как он вышел здесь очень красивые такие оттенки розово-персиковые оранжево-коралловые да такие вот мои мои любимые любимые и я вышивала его ну два дня в том плане два вышивания дня было но сколько было возможности вышивать понедельник и вторник сейчас я покажу вам ниточки вот так все таки их перемотала кстати вот на такие бобиночки кстати удача просто по номерам вот так складывают а вот после последний который вышивала я вчера перед сном немножко вот навела себе бардак но я вот так как просто беру складываю и вот они у меня вот здесь в таком вот виде то есть как то так мне так больше понравилось чем они бы у меня просто висели и остатки я просто сюда снова наматываю и все потому что отрезаю не не очень длинные ниточки потому что я вам сейчас открою секрет такой я вышиваю без разметки представляете но тут не все ниточки но есть ниточки которые не стойко окрашенные поэтому я не рискнула делать разметку и сейчас кстати вот эти деревянные организацию на деревянных бобинках леночка я тоже у тебя подсмотрела а когда мне и я тогда уже захотелась к тоже хочу вот организовать таким образом проекты красиво чтобы было все изящно красиво а когда мне юлечка армияру подарила три бобинки деревянные я в руках в руках подержала я понимаю поняла что они еще и тактильно мне удовольствие большое доставляют я конечно не удержалась и заказала все такие заказала причем на алиэкспресс недешево они стоят но тем не менее найду если ссылку обязательно оставлю на них вот они такие классные я не могу я от них просто болтею от этих бобинок ну давайте же покажу вам что в итоге я навышивала за этих небольших два вышивания дня сейчас я стараюсь придвинуть это дело и вот так вам показать то есть я схему склеила и я ее раскрашиваю но мне удобнее так по склеенной схеме я потому что не знаю я не могу так сейчас еще немножко мобильный станок разверну вот и это то что я начала я с центра отсюда и сначала пошла была вот думаю вот так будут в разные стороны идти а потом поняла что я хочу вышивать вот этот центральный цветок упс простите извините да я поняла что я хочу вот этот центральный цветок вышить обязательно в первую очередь и поэтому я пошла вот в эту сторону к нему продвигаюсь далеко не отхожу потому что было пробовала было здесь рамку себе на вышивать знаете такого чтобы думаю на вышиваясь крестиков рамку и вот на нее ориентироваться но вот здесь остается след поэтому если вышивать ее то есть где-то ниже надо доставить под воздух где-то надо ниже тогда чтобы ее потом оставить но я уже такая думаю буду я лучше просто отсчитывать осторожно здесь кстати все-таки на один крестик ошиблась перешивала этот момент натяжка у меня здесь дубку потому что я просто у меня закончились натяжка наталины я все переорганизовала но все что хочу вышивать вот сейчас покажу дубку натяжка все что я хочу вышивать я говорится все все уже понатягивала на рамы и вышиваю я на держатель для пальцев который сделал мне мой муж вот такая не знаю как вам ближе показать наверно сейчас с телефона еще кусочек сниму и покажу на эту красоту поближе но организация выглядит примерно вот так то есть начало община на раме просто за столом вышивала потом поняла что хочу на диване и вот на держатель такой мне держатель есть для пялец и он очень хорошо тоже такой мощный он держит мне и рамы видите вот здесь вот это я надо такой содержатель для рамцы приходится предохранять кряточкой здесь салфеточкой вот сейчас он пытаюсь показать как это красиво надеюсь все видно да у меня лен он все вот это вот фалдит он неровный но мне нравится вот в этом цветочке вот здесь вот например да цветочек то в нем две ниточки всего участвуют и вот такие переходы и в листиках тоже 2 ниточки участвуют и вот такие переходы получаются как получается мне все нравится очень красиво ложится как мне кажется во всяком случае вот лен прозрачные неровные это лен дмс кремовый 32 каунта апретирован я его еле разгладила такая красота поэтому надеюсь что после вышивки мне не придется его еще раз гладить а сразу натянем посмотрим потому что я его и смачивала разглаживала еле-еле он разгладился ну вот такая вот красота получается мне все нравится очень получаю удовольствие от этого процесса прямо вот я бы сказала даже и особо переключаться на что другое не хочется но я не буду торопиться хотя конечно здесь хочется его вышить уже знаете сесть и вышивать и вышивать следующий процесс который я вышиваю тоже можно сказать активные два дня вот уже вышивала это вот такие санки от dimensions новогодняя игрушка и вот настолько сейчас пытаюсь картонку найти чтобы было вам ну для одни вот настолько продвинулась моя работа так это там не протяжка это я ниточку не отрезала сейчас я ее отрежу закрепила не отрезала ниточку вот так выглядит моя работа сейчас покажу поближе вот я уже насколько продвинулась она вышивается знаете вот уже когда вечером уже я в кровати уже спать собираюсь и вот часик полтора я перед сном буквально ее вышиваю вот потихоньку-потихоньку она продвигается такая замечательная игрушка новогодняя но я все показывал по ней уже то есть на 2 где-то тоже вышивала понемножку по чуть-чуть и она принципе двигается спасибо кто посоветовал мне как ее разметить но я вы знаете что вот уже второй проект я вышиваю без разметки и ну как я с собой довольна то что ну когда-то надо было мне просто уже начинать хоть что-то без разметки вышивать и я поэтому я с собой довольна далеко не бегаю конечно процесс идет медленнее но когда работа не очень большая это принципе не особо напрягает это если был двухметровую работу я без разметки вышивала бы то там наверное конечно я нервничаю без разметки и конечно давайте покажу вам сейчас на какой стадии находится мои 12 красавиц но я к сожалению их на этой неделе не вышивала еще пока я очень надеюсь сегодня приступить ну вот пока так находятся мои 12 красавиц они ждут своей очереди конечно такая работа она требует к себе много внимания и если ее вести то вести ее надо одно и много вышивать чтобы были заметны продвижения но я не знаю я как-то не совсем пока еще готова может быть именно уделить ей столько времени хотя подумываю о том чтобы после нового года устроить челлендж самой себе сделать вызов и вышивать 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 то есть максимум брать два проекта себе процессы и вышивать по максимуму то есть заканчивать уже свои вышившие работы то есть я как бы вот после нового года пока не строю никаких планов по поводу начала новых сюжетов так что есть но вот до нового года мне хочется это сделать пахальный момент да уся те не мешает мы себе на подушечку так обнимашки у вас или что или это двигашки что это такое обнимашки минутка релакса да классно классно анти так обнимает мех вот этот кошачьи наверно имеет какую-то не знаю силу в чудо действенным прижмешься так и вроде все хорошо сразу приятно да муся вы спрашиваете меня где я черпаю вдохновение когда устала когда нет настроения вот смотрите моя шкатулочка моя коробочка вдохновение это все ваши открытки письма вот я бывает просто перечитываю письма здесь тоже много всего я просто бывает и перечитываю маленькие большие разные разные все храню вот такая я плюшкина все храню все ваши открыточки все ваши письма это даже почему-то вот такая денюжка есть так вот видите сколько всяких писем я все это храню и читаю не часто перечитываю но перечитываю сейчас начала упаковывать посылки у меня какая штучка есть уже открыточка начала искать открытку у меня не оказалось открытки еще одной но я найду на чем подписать отправлять буду вот оставшиеся 4 посылки 4 бандерольки по сути которые принимают почему-то как посылки и хочу сказать вам большое большое спасибо всем кто принял участие в расхомячки еще раз много-много раз большое спасибо вы все помогли мне осуществить мою шивальную мечту спасибо вам я вас люблю о смотри все уже поля заснеженные наши огородные приехали мы с ночевкой с мужем отдыхать так сказать баньку пойдем немножко надо от природы энергии напитаться вот уже все наши наши огородные все дела снегом покрыты сегодня 20 октября такие дела мы чисто так баньку поехали до переночуем а утром уже снова домой в городе много я много-тел много качелька наша снега у себя запорошена чё горишь то да вообще смотри как на мелота серьезно это у меня пока я работала муж приехал затопил баньку дом обогрел потому что за неделю это все остывает конечно холодная вот уже все зима у нас все равно как-то на природу хочется иначе за классность в городе рассталась некая здесь так это скрипит под ногами так прикольно и вообще вот в городе меня в такую погоду не вытащишь на улицу а здесь мне даже я вот стою с вами разговариваю не особо и не хочется даже в домик заходить представляете вот что значит уже за городом ты находишься ну пахнет уже это вениками не могу понять так это мы живу не запаривание что-то все равно от него запах идет сейчас будешь запаривать у березовый youtube кто-то говорю что надо осиновые эти веники запаривать чтобы энергетику плохую снимать на следующий год надо осиновых запарить да вот эти осиновые полки серьезно ничего себе а так это а я думаю что так после бани хорошо слышишь вообще вся вся весь негатив слетает сразу да вот так вот получается что-то запариваешь сейчас мочи сейчас ничего не надо на воде листья отошли пошли при дневном свете хоть посмотрю валер посмотреть цветы то бедненькие как снег и цветы цветут вообще он тоже тут ничего себе картина до цветы цветущие это и снег уже что-то они у нас поздно зацвели так долго цвели до самого снега ну вот эти ну чё поехали домой отдохнули немного немножечко конечно это слышишь программа-то максимум так все выходные здесь провести но пока нет судьба вот не поверите да третий магазин сегодня на минуточку воскресенье вообще с 11 вообще мы рано встаем оказывается понимаете вообще третий магазин попасть не можем это вообще какой-то кошмар поездили я короче возмущаюсь ну в общем добыча ножа вот такой комплект комплектом ну один листок лист стоил 110 рублей вот столько стоит 220 рублей мне нужен был красный ну я в общем подумываю еще что черный наверно тоже пригодится может быть не знаю синий но синий мог остаться кусочек и сапожка который у меня есть набор ну в общем я вообще хотела еще голубой но голубой нашла отдельно такой бирюзовый хотела нашла отдельно подороже но у меня он пока не к спеху поэтому брать не стала сначала с этим определимся что делать фетер у меня фирмы гамма я так поняла цены у него есть разные вот это вот я брала в одном магазине зашла в рукодельную там конечно там один лист есть правда побольше за 180 рублей такие знаешь и потолще есть он ну разный рукодельный выбор больше следующий раз уже но я уже зашла туда когда я уже зашла туда когда купила вот этот вот фетр поэтому еще раз буду начинать рукодельник свои поиски и вот в рукодельник купила такую заготовку заготовку точнее под шкатулку 16 на 16 сантиметров она такая высокая получится есть у меня кое-какая мысль по поводу нее ну и это был тот случай когда муж сказал что мне легче тебе купить чем сделать не хотя она несложно просто но сейчас у него период времени чтобы делать самому поэтому тут он мне его купил такая и надо зашкуривать конечно то все вот ну посмотрим получится мне то что задумала или нет когда по и как если что-то получится то обязательно вам расскажу повышевать на даче мне не получилось так как я уже наверное сказала что у меня такое было состояние понимаете что очень сильно хочется вышивать но и такая была уставшая после бани расслаблена так хотела спать то есть одновременно было такого желания мужу говорю он смеется я им говорю мне такое желание вышивать вот до трясучки аж вот хочу не могу и год спать хочу ну я ему рассказала смеется надо мной ну в общем ничего не пошивала но главное же быть вовсе в оружии главное же быть готовой вот я с собой взяла не только вот этот набор который хотела до вышивать вот он да игрушка новогодняя на этом деле я остановилась вот и больше не прикасалась на на этой неделе к ней ну я же еще думаю я же такая деловая я же думаю я же там сейчас эту игрушку как закончу это я про субботу да говорю так я еще еще начну еще один набор вышивать и вот взяла с собой еще вот этот вот не покажу вам что это за набор но мысль есть просто я уже знаете как вот то ли сглажив сглазить могу себя тоже как-то не знаю вот как это объяснить но как на планирую как на рассказываю получается все с точностью наоборот поэтому думаю лучше лишний раз промолчать сделать и уже потом что-то себе тогда уже показать вот вот такую забрала все магнитную доску потому что я сейчас если рядом за столом вышиваю то я к схему цик к этому сапожку к не креплю на магнитную доску ну шиш набрала себе туда все взяла я я во все оружие у меня и пока у меня он и вот это вот все это с собой забрала набрала два мужа зачем ты мужга двумя видами пальцы пальцев вышивать игру ну вдруг мне же не пойдет большой процесс на них я другие пальцы возьму вот так что я же и даже вот держатель даже для пялец все взяла все все с собой все свое с собой и маркер и ну вот главное чтобы во все оружие честно говоря не знаю что хуже хотеть взять с собой и ничего не взять или взять и так и не повышевать ну что ж вот пора показать что происходит у меня с 12 красавицами на каком месте сейчас мы находимся я поняла в чем дело поняла то есть у меня ступор был из-за того что вот я подошла к этому моменту вроде бы вот он на схеме небольшой это кусочек такой но на вышивке то это достаточно большой такой объемный кусок вышивать поэтому так и получилось скорее всего это вот меня застопорила ваза это вообще что-то с чем-то было вот она это ваза и я когда приступила к ней вышивать я обратила внимание что на вазе то это вот рисунок есть рисунок непристой а вы сейчас видите что это за рисунок и вот так выглядит на сегодняшний день моя работа я наконец-то закончила эту вазу ура и мне даже вот вот все вот я когда я ее вот буквально вот этот кусок я уже вымучивала вот вымучивала вот здесь вот здесь у меня работа я я как пошла поняла что все я вот вышла как-то вот досюда дошла и она мне застряла и вот все я вот уже другую работу начала я уже третью готова начать и застопорилась и все потом я взяла и пошла сюда думаю пойду-ка я вот здесь рядочек еще пройдусь а вот но рядочек имеется ввиду ряд квадратов 10 9 соту 10 клеточек и когда я поняла что я добралась до девятой красавицы у меня вышивка просто полетела она вот все мне мне в кайф мне все хорошо мне классно вот мне дочь спрашивала что ты так это с этой ваза то я говорю белым по белому так еще и замороченный такой рисунок у нее ну как то вот я поняла что белым по белому конечно я не не люблю вышивать вот хоть во что со мной делайте вышиваю я боком полукрестом на 20 аиде я это для рассказываю еще раз для новеньких моих подписчиков и зрителей потому что у меня спрашивают кого заинтересовал этот проект есть плейлист и обязательно в подсказках и в конце видео оставлю ссылку на плейлист с этими красавицами потому что работа огромная я сейчас нахожусь на середине вот вот она работа такая огромная и я вот это все вот это я вышла до сюда и вот сейчас подобралась к этой вот наконец девятый красавица к этой девушке вот уже одна из четырех оставшихся я ее уже начала их немного здесь вроде бы по знаете что по по ширине картины я да вроде бы как середине нахожусь но если обратить внимание то вот здесь как бы густо населенная такая до территория а здесь уже мало здесь и мало вышивки почему-то видите она такая он все вот коряга удовольствие предстоит вышивать наверное вообще не знаю что это такое а вот это наверное лотос уже скорее всего я хотя не не знаю как это называется не буду врать вот это же они же на воде а это что кусты в общем я такой ботаник вообще ни разу ну самое главное подобралась я к этой девчуле 9 и там еще вот эти вот тоже вот эти вот листики вот они тоже они красиво получаются но не заморочены их вышивать тоже замороченные я имею ввиду это когда одна из там всяких там по два-три крестика вот эти группки в общем и там вот в этих листочках вот вот они эти листочки в них по моему около семи оттенков если я что-то не ошибаюсь вот как то вот так самое простое самое легкое это наряды девчонкам вышивать они огромные вышиваются вот как-то так ну и хочу сейчас вам показать бросила я еще это дело потому что я по моему я не знаю у меня почему-то на один ряд смещение что ли произошло я вчера прям психанула все это дело бросил не знаю но я хочу показать вы наверно уже обратили внимательный зритель обратил внимание какой здесь рисунок на вазе я вот сейчас переверну вот так потому что да боком же я вышиваю и и хочу показать вы обратили внимание кто на вазе нарисован да я дочери показал груз смотри это же дракон она год точно вам дракон вот такая база поближе покажу как-то вот в схс вышивать вот эти оттенки они почему-то мне кажется грязными не знаю такие знаете от времени как-то по поменявшим цвет что ли но это я себе надумываю наверное конечно вот ну и вот так выглядит все вот уже наряд девушки пошел такие яркие цветные вот ручки начала я вышивать ну в общем как-то вот так это все выглядит ну подробности наверное буду показывать вам уже в отчете когда закончу свою красавицу девятую тогда уже и разверну вам картину покажу специально на такие на такую раму отдела и организацию еще раз покажу видите у меня этот изнанка на моя намотанная красивенна вот обязательно буду разматывать показывать все девять как они получаются ну все все то есть рубикон перейдем наконец-то и наконец-то я справилась этой задачей наконец-то в общем я уже перешла такому интересному моменту но вот я вам говорю что у меня вот я вот только до меня дошло что вот этот момент он мне прям стопорил эту вышивку не могла никак я ее она же что-то нужны маленькая все извините меня там размер то какой вот высоту то вот здесь 30 38 квадратов получается и ваза если так посчитать наверно вот ну 10 на 5 квадратов наверно будет ну то есть это есть вышивки отдельно по такому размеру знаете вот ну такой фрагментик вот такой немаленький фрагментик нехилый да идет ну я тут кое-где на слой перешла прошу прощения видать эмоции эмоции видать не распирает что я я просто очень довольна тем что я наконец-то перешла это все я единственное что вы тут вот надо будет час думать что как делать почему у меня потому что здесь же наряд плотно идет ну честно говоря вот не сейчас я сейчас пойду делами позанимаюсь все потом посмотрю почти что у меня там такого случилось что у меня что-то наряд не сошлось вроде так посмотрела на скидку и там правильный там правильно но что-то не так вот но даже это мне не омрачает моя радость не что наконец эту вазу я закончила что-нибудь я там примудрю помудрю чтобы у меня все зажилось и нормально но перешивать что-то здесь не знаю сейчас даже подумать страшно ну ладненько на этом у меня все моя вышивальная неделя закончилась надеюсь вам было интересно пол не получается у меня снимать это ежедневно но главное я вам показала рассказала то есть какими проектами занималась чем была выдохновлена вдохновлена вот так что главную задачу надеюсь вышивального дневника в этом видео я выполнила желаю вам творческого вдохновения пусть вышивка приносит вам только удовольствие с вами была Оксана Дереза пока пока